Это видео появилось в сети на днях, но теперь в категории моих любимых. Сотрудник ГИБДД из Челябинска останавливает поток машин, чтобы провести через дорогу хромую бродячую собаку. Я ведь говорила, у нас очень добрый народ. Знал бы этот замечательный инспектор, какая слава на него обрушится после публикации видео. Может быть, еще подумал переводить собаку или нет. Ролик стал вирусным. В комментариях все восхищаются этим поступком. Журналисты разузнали имя, фамилию инспектора и рвут на части руководства Челябинского главка, чтобы взять у парня интервью. А он скромный такой. Собак, говорит, любит просто женат. Что здесь героическое? Ну, а тем временем другие от собак избавляются. В России сейчас идет повальное расформирование поисково-спасательных отрядов. И кинологи на службе становятся не нужны. Такое решение принимают местные чиновники, а МЧС России не может на это повлиять. Вот только без собак-спасателей обходиться мы все равно еще не умеем. К чему может привести ликвидация кинологов? Богдана Прихода изучила тему. Эти собаки регулярно спасают жизни. Для этого им нужно совсем немного – еда и похвала хозяина. В отличие от людей, у четвероногих есть огромное преимущество – острый нюх. Обученный пес может найти живого человека в радиусе нескольких десятков метров. Причем контрольный запах от предмета одежды или какой-то личной вещи совсем не понадобится. Тренировка поисковых собак обычно проходит в несколько этапов. Мы начнем с первого. Так как я человек компании «Новый», то буду сегодня в роли статиста. Меня спрячут несколько кинологов. Мы находимся в лесу, достаточно далеко отсюда. И сразу три поисковые собаки будут меня искать. Посмотрим, за какое время они справятся. Утепляемся и прячемся в сугробе. Нужно максимально слиться со снегом. Накрывайте. Так, я ничего не говорю, молчу, да? Да. Собаке не нужно подавать голос, поэтому она находит даже глухонемых. Ищейка учует человека в низине и под ветками в лесу. Первым на поиски отправляется черный лабрадор по кличке Викинг. Он на службе уже 8 лет. На его счету десятки спасенных жизней. И вот спустя 6 минут еще плюс одна. С заданием также быстро справляется и белая швейцарская овчарка Лад. Пес аттестовался только недавно. Летом будет принимать участие в настоящих поисках. Как и Флетчер, он самый юный щенку всего год. Он только начинает карьеру спасателя. Но справился с заданием быстрее всех за 2 минуты. Теперь нужно дождаться, пока собака даст сигнал. И, конечно же, поощрить. Сейчас, я вытащу. Подожди, подожди. Молодец, умница. Хорошо. Для собаки это игра, но по факту она по-настоящему спасает жизни. Кинологи вспоминают десятки случаев, когда острый нюх был необходим, но на месте собаки не оказалось. Собак на поисках не хватает катастрофически, я вам скажу честно. Представьте себе, вот поле где-то там 300 на 300 метров. На нем лежит имитатор запаха, эквивалентный мизинцу человека. Две-три минуты нужно собаке, чтобы на таком огромном поле найти мизинец. Для того, чтобы вот такую площадку прочесать, людям нужно несколько часов. Три минуты дается ищейке, чтобы обнаружить взрывчатое вещество. Проведем эксперимент. Положим имитатор запаха под колесо нашего автомобиля. Есть обозначение. Собака сделала посадку, тем самым дала определить кинологу то, что машина зминирована. Дальше действия саперов. Во всей Московской области на площади почти 45 тысяч квадратных километров работает всего 8 таких собак. 4 ищут взрывчатку, еще 4 обучены на поиски людей. Руководство отряда уверяет, что ресурсов хватает, хотя до реорганизации спасателей было все же больше. Пять лет назад был поисково-спасательный отряд кинологический. В штате было 25 человек. И было 12 собачек. И работа графика дежурства была суточной. Ее расформировали и сделали кинологическую группу на базе ПСО-22. И такая тенденция по всей России. В некоторых регионах кинологические отряды и вовсе ликвидируют. Они больше не нужны. Так решили местные чиновники. Это наши бывшие рабочие спасательные собаки. Это Потап. Это Клепа. Эта собака не моя, это собака моего коллеги. Когда хозяина сократили, он не смог взять его в квартиру. Поэтому я его забрала себе. Место у нас есть, мы его прилетели. Служебные собаки, которые спасли десятки жизней, оказались на улице. А их хозяева-кинологи без работы. Все началось с того, что людям не полностью выплачивали зарплату. Дело дошло до суда с руководством отряда. В результате конфликта 15 спасателей были уволены. Под сокращение у нас попали именно те сотрудники, которые подали в суд на наше руководство за невыплаченные компенсации, за невыплаченные переработки и за условия труда. Сейчас у нас кинологического подразделения в Рязани нет совсем. Но по документам, видимо, есть. Вот ответ на наш запрос от рязанских чиновников. Группа в состоянии постоянной готовности и может выехать на место ЧАЭС. Где эти собаки? Сколько их? Нам не ответили. Уволенным же сотрудникам сказали. Причина расформирования кинологического отряда – оптимизация. Создание единой службы 112. Челябинское кинологическое подразделение существовало на базе городской службы спасения 15 лет. Но на бумаге отряда все эти годы не было. Работали по срочному договору на оказание услуг. Сейчас спасатели превратились в волонтеров, которых позовут, если что. В нашей структуре никогда кинологической службы не было. А были заключены договора по их привлечению к работам. В 2017 году, проанализировав работу этих договоров, они заключаются на один год, было принято решение, что будет заключаться договор только на привлечение на случай чрезвычайной ситуации. При необходимости просто будут привлекаться и оплачиваться по факту. Но трагедия в Магнитогорске показала обратное. Сразу же после взрыва кинологи из Челябинска были готовы выехать на место ЧАЭС. Может быть и жертв было бы меньше, говорят спасатели. Но на завалы никого из местных не пускали. Ждали помощи из Москвы и Екатеринбурга. То есть ждали самолеты, ждали вертолеты, когда прилетят кинологи, спасатели из вот этих элитных подразделений. А вот с областного центра точно такие же тестованные кинологические расчеты, такие же спасатели первого класса направлены не были. Из Челябинска 4,5 часа и мы были бы уже на месте. А подмога прилетела только ближе к вечеру. Слово 10-месячного Ваню в обломках спустя 35 часов нашла именно собака. За прошлый год благодаря поисковым отрядам удалось спасти более 200 человек. МЧС каждый год аттестовывает по полтысячи четвероногих спасателей. Но контролировать все региональные кинологические службы министерство не вправе. Региональные власти сами решают, тратить ли деньги из местного бюджета на служебных собак или нет. Мы не можем заставить субъектовую службу удержать кинологическую службу. Мы их не финансируем, мы им не диктуем правила. Но в то же время допуск к спасработам они могут получить только в системе МЧС России. 473 расчета допущены к спасательным работам до 1 мая 2019 года. Сколько расчетов останется по факту после 1 мая сказать сложно. Заявки еще в прошлом году подавали почти 500 кинологов. Но хоть аттестация и бесплатная, нет гарантии, что количество желающих ее пройти резко не упадет. Содержание и обучение служебных собак теперь личное дело их хозяев. Многие кинологи продолжают работать как волонтеры и выезжают на поиски, потому что не могут по-другому, чувствуют ответственность. Но даже если животное и прикреплено к поисковому отряду, помощь со стороны руководства, как правило, ограничивается прививками и кормом. Небольшая цена за спасенные жизни. Все остальное за счет хозяина, в том числе любовь и внимание. Молодец, Хорщик! И этого четвероногих спасателей чиновники лишить не смогут. Богдана Приходный, Екатерина Очеретина, РБК.